сладкий перец для похудения сразу 5 вкусных быстрых рецептов будем готовить как всегда в одной посуде и это будут необычные непривычные блюда я уверена вы поймете что перец можно не только добавлять салат и фаршировать всем привет меня зовут мария мироневич я похудела на 55 килограммов и делюсь своими простыми вкусными рецептами начинаем готовить сладкий перчик для первого рецепта со сладким перцем я взяла одну среднюю луковицу разрезаю сначала пополам затем нарезаю достаточно толстенькими полукольцами затем нарезаю средним кубиком около одного сантиметра на сковороде я разогрела одну столовую ложку растительного масла отправляем кубики лука пассероваться я взяла 3 спелых сладких перца разделила их пополам теперь разрезаю на половинки складываю вместе затем нарезаю перчик тонкой соломкой получится очень нарядно прошло две или три минутки и вот уже большое количество яркой ароматные соломки и сладкого перца отправляются к луку перчу делаем это по вкусу перемешиваю лук и сладкий перчик и готовлю на среднем огне 5-7 минут у меня 400 граммов куриной печени печень нарезаю средними кусочками около 2-3 сантиметров мельчить не надо для того чтобы печень осталась сочной наша печень будет невероятно нежной добавляю 30 миллилитров молока перемешиваю и оставляю печень в молоке пока готовится перчик прошло пять минут перец почти готов добавляю печень замаринованную в молоке затем три зубчика чеснока пропущенная через пресс теперь готовлю при помешивании на среднем огне до тех пор пока вся печень не посветлеет прошло около пяти минут печень посветлела самое время посолить делаем это по вкусу еще разочек перемешиваю вы только посмотрите какое яркое получается блюдо а аромат и сладкого перца и чеснока и это просто что-то невообразимое накрываю крышкой и оставляю на огне ниже среднего до готовности печени прошло 10 минут открываем крышку аромат просто чудесный сервируем нашу нежную сочную печень с красивыми яркими как сама осень ломтиками сладкого перца если вы раньше не готовили а я уверена что скорее всего вы так печень не готовили и так не готовили сладкий перец просто обязательно попробуйте это блюдо и вы влюбитесь в этот рецепт ведь это так просто так вкусно и красиво и кстати для остальных членов семьи вы можете подать это блюдо с гарниром отварить рис либо картофель либо даже спагетти вес печени со сладким перцем 220 граммов на порцию приятного аппетита для рецепта номер два я взяла 3 морковки разрезаю сначала пополам затем нарезаю морковку на пластинки пластинки складываю вместе и нарезаю еще пополам сильно мелко нарезать не будем морковку нарезаем на средние кубики в кастрюльке я уже растопила 30 граммов сливочного масла отправляю кубики морковки в кастрюльку перемешиваю и оставляю пассероваться морковку одну среднюю луковицу разрезаю пополам затем нарезаю на тонкие ломтики и шинкую мелким кубиком отправляем нашинкованный лук к морковке перемешиваю лук и морковку я взяла для нашего супа 4 сладких перца нарезаю их на соломку около одного сантиметра толщиной затем перчик нарезаю средним кубиком вот и перчик отправляется в кастрюльку еще раз перемешиваю овощи для того чтобы они готовились равномерно еще я взяла один средний кабачок разрезаю его пополам затем режу на пластинки также нарезаю средним кубиком еще я взяла одну среднюю картофелину нарезаю ее сначала на ломтики затем картофель также нарезаю средними кубиками отправляю в кастрюльку кубики картофеля и кубики кабачка настало время поперчить делаем это по вкусу теперь я все перемешиваю еще разочек для того чтобы овощи смешались и конечно чтобы перчик тоже равномерно распределился накрываю крышкой убавляю огонь и оставляю томиться на пять минут пять минут прошло открываю крышку и наливаю воду воду наливаю до уровня покрытия овощей то есть очень много воды нам не нужно для того чтобы супчик наш был густым и вкусным огонь я прибавила до максимального когда супчик закипел накрываю крышкой убавляю огонь до среднего и оставляю до готовности прошло 12 минут готовность супа определяем по готовности картофеля превращаю суп в крем-суп с невероятным ароматом крем-суп почти готов осталось расставить акценты солю по вкусу добавляю половину чайной ложки базилика и половинку чайной ложки орегано еще конечно же яркую красивую чайную ложку копченой паприки такие приправы превратят наш обычный суп в настоящий деликатес который вы полюбите и захотите готовить еще после того как я перемешаю супчик и специи равномерно распределяться обязательно накройте крышкой и дайте постоять 10 минут и будет не супчик а просто песня наш супчик настоялся наливаем его скорее в тарелку он получается нежной кремовой консистенции благодаря тому что мы добавили большое количество разных овощей будет очень ароматно одновременно нежно и конечно же базилик орегано и копченая паприка завершают так скажем букет ароматов который подарит простой казалось бы на первый взгляд супчик добавим немного зелени обязательно приготовьте супчик из сладкого перца ведь это просто и невероятно вкусно вес порции 419 граммов по желанию можно добавить ложечку сметаны мы с вами готовим блюдо из сладкого перца номер 3 лук разрезаю пополам режу его на три части и нарезаю средним кубиком на сковороде я разогрела одну столовую ложку растительного масла отправляем пассероваться лук лук пассируется займусь морковкой разрезаю сначала пополам затем нарезаю морковку на пластинки затем морковку нарезаем мелким кубиком кубики морковки соединяю с луком добавляю 100 граммов замороженной кукурузы самое время поперчить делаем это по вкусу перемешиваю овощи и оставляю пассероваться на среднем огне для того чтобы наше рагу было еще более ярким я взяла и желтый и красный перчик перчик нарезаю пополам затем нарезаю на соломку около одного сантиметра и нарезаю перчик крупным кубиком разноцветные кубики перчика отправляю в сковородку перемешиваю и оставляю пассероваться на огне чуть выше среднего около пяти минут пять минут прошло добавляю столовую ложку томатной пасты солю делаем это по вкусу наливаю 500 миллилитров воды после добавления воды я дождалась закипания соуса и добавляем банку консервированной фасоли вы же можете использовать отварную перемешиваю наше яркое красивое рагу со сладким перцем и кукурузой получается вкусное постное блюдо которое вы можете использовать как самостоятельный прием пищи или как гарнир накрываю крышкой и оставляю томиться на среднем огне до готовности овощей прошло 15 минут и вот такое шикарное овощной рагу нас ждет сервируем наше рагу с фасолью и кукурузой и большим количеством нежного ароматного сладкого перца мне кажется таким сладеньким перчик бывает только осенью такое рагу отличный вариант для тех кто постится либо не употребляет мясо потому что есть и фасоль и кукуруза которые дадут отличную сытость и еще большой плюс этого блюда что его можно есть и на обед и на ужин для красоты и вкусноты добавим свежей зелени вес порции овощного рагу с фасолью для снижения веса 286 граммов приятного аппетита готовим начинку я взяла 200 граммов творога отжимаю 5 зубчиков чеснока к творогу и чесноку добавляю 100 граммов фарша из куриной грудки немного базилика и орегано делаем это по вкусу перчу также по вкусу солю добавляю половину пучка зелени у меня петрушка перемешиваю все ингредиенты для нашей начинки получится очень ароматно и ярко я подготовила два сладких перца сделала вот так книжечкой то есть я их разрезала убрала семечки и теперь начинаю их фаршировать перчик отправляем нашу вкусную и полезную смесь из творога и куриного филе перчики я начинила вот так нарядно и аппетитно они выглядят на сковородку я отправила капельку растительного масла и распределяю его по дну с помощью кисточки отправляю в сковородку наш перчик мы будем готовить сковороде для того чтобы было проще быстрее и не будем пачкать как всегда лишние посуды перчики накрываю крышкой и оставляю готовиться на огне ниже среднего прошло 10 минут открываю крышку посмотрите как отлично выглядят перчики если они у вас не такие сочные как у меня то добавьте немного воды на сковородку буквально пару столовых ложек теперь настало время перевернуть наш перчик чтобы он сготовился и с другой стороны делаем это аккуратненько переворачиваем так же поступаю и со вторым перчиком как вы видите он немного поджарился просто отлично накрываю крышкой и оставляю до готовности прошло 10 минут открываю крышку перчик по такому рецепту получается очень быстро и при этом очень очень вкусным сейчас вы все увидите перекладываю его на тарелку отрезаем кусочек перчика и смотрим какой красивый он получается на разрезе только посмотрите в самой обычной сковороде на плите можно приготовить вот такую вкусноту и красоту получается ну очень сочно ароматно просто посмотрите какая красота и вкуснота у нас получилось обязательно попробуйте приготовить сладкий перчик именно так вес одной порции 228 граммов приятного аппетита я думаю вы догадались для рецепта номер 5 я взяла сладкий перец 5 штучек нарезаю соломкой толщиной около одного сантиметра перчик нарезаю на мелкие ломтики нарезанный сладкий перчик отправляю в масло которое я уже разогрела готовлю на огне выше среднего перчик я обжаривала 10 минут добавляю 400 граммов фарша из филе куриной грудки перемешиваю интенсивными движениями фарш со сладким перчиком буду обжаривать на среднем огне до тех пор пока куриный фарш не побелеет курочка побелела самое время поперчить делаем это по вкусу солю также по вкусу добавляю 50 граммов сметаны сметана у меня 20 процентов жирности добавляю 600 миллилитров воды огонь я сейчас увеличила до максимального перемешиваю и жду закипания нашего соуса кипящий соус отправляя 150 граммов булгура это пшеничная крупа перемешиваю булгур с нашим соусом накрываю крышкой и оставляя на огне ниже среднего на 15 минут прошло 15 минут открывая крышку и вот такое шикарное блюдо предстало нашему взору только посмотрите каким получился сочным наш ужин с большим количеством сладкого красивого и конечно же ароматного сладкого перца обязательно попробуйте приготовить по такому рецепту ведь мы с вами использовали минимальное количество ингредиентов а получаем максимальное количество чудесного вкуса и аромата вес порции ужина для похудения 247 граммов приятного аппетита сегодня мы с вами приготовили 5 шикарных рецептов из обычного сладкого перца обязательно в комментариях напишите какой рецепт больше всего вам пришелся по душе оцените нашу работу пожалуйста поставьте лайк подписывайтесь на канал впереди много простых интересных рецептов для снижения веса делитесь этим видео соц сетях чтобы как можно больше людей приготовили такие вкусные и простые блюда с вами была мария мироневич я желаю всем любви добра и сладкого перчика